Добрый вечер всем снова. Мы, как всегда, жемчужины недельной головы, наша глава КТЦ. И как я объяснял тут жемчужины, это значит, что мы не учим, так глубоко разбираем все детали недельной головы, а мы берем идею какую-то из недельной головы и мы ее разберем. И у нас наша недельная голова начинается с очень, скажем так, непростой темы, весьма сложной, она в Талмуде сложная и так далее. И эта тема Эшет-Яхат-Тор, так называемая прелестная пленница. Вот. И Тора нам описывает, скажем так, как человек может на ней жениться. И там мы видим, что, в принципе, из стихов можем учить, что это какой-то, скажем, такой определенный вид дьюра в каком-то смысле, который она проходит. И может быть даже в каком-то виде, по пониманиям некоторых комментаторов и аллитических авторитетов, вид разрешения даже иметь отношение с неевреек. На каком-то смысле. Давайте прочитаем. То есть, да, это... То есть, в принципе, вообще весь подход и вся эта тема, она очень тяжелая с точки зрения этики, с точки зрения морали. Как можно, в принципе, взять в плен женщину и сделать, в принципе, делать себе ее, скажем, любовницей в каком-то смысле, то есть в жены потом, в конце концов, только потому, что она красивая. То есть, только на фоне того, что она красивая, я беру ее в плен. Лишаю человека воли, лишаю человека свободы, лишаю человека учего дома, только потому, что она красивая. И мне она понравилась. Я ее вас желал. То есть, с точки зрения этики, то есть, очень проблема, как вообще такая заповедь врезается вообще в Тору и в ее систему ценностей, в систему этики. Естественно, мудрецы ограничили эту заповедь и так далее в разных аллитических аспектах, что, как и почему и так далее. Можно дверь, наверное, закрыть, потому что это невозможно. Крики снаружи. Она не закончится сейчас. Позвони своей Геулли. Так вот. И, в принципе, мудрецы, конечно, ограничили. Очень интересно пишет вещь Раши по этому поводу. Он не открывал Рашу, то есть, комментарии Раши именно на этот вопрос. Он пишет очень интересно. Возьмешь себе в жены. То есть, Тора говорил напротив плохого начала человека. То есть, если Всевышний тебе не разрешит ее взять, то он женится на запрещенное и возьмет. А в Алимнасасу фольют сон А. То есть, дальше идет заповедь, знаете, какая? То есть, про женщину, то есть, мужчину, у которого двое детей. Один старше, то есть, родился у ненавистной женщины, а младше у любимой. Он не может предпочесть младшего. То есть, от любимой он должен дать, как первенцу, сыну нелюбимой, ненавистной. А дальше после этого идет Бен Сурару Моря, как называется на русском. Как это называется? Бжорая пьяница. Которую за родители... Которую за родители, а? Которую за родители сдадут. Сдадут. Очень интересная тема сама по себе, но мы ей заниматься не будем. В любом случае, что он говорит, но если ты на ней женишься, в конце ты будешь ее ненавидеть. То есть, как сказано вахаравки тенали иши и так далее, то есть, да, после этого стихи. И в конце она родится от нее сын, который будет Сурару Море, который будет проблематичным ребенком. Вейкахнем Сыру Порошу Низбуху Порошу Талли. Поэтому эти заглавы стоят, все эти темы стоят одна рядом с другом. Это гморатор так и к душе, на пинуточку. Раша просто ее цитирует. Знаете, что Раша говорит? Раша говорит вещь очень тяжелую. Раша говорит, выходит из его слов, что Тора сдалась перед плохим началом и вожделениями человека. Более того, то есть, в принципе, более того, что происходит. То есть, как бы, это реальность. То есть, если Бог не разрешит, если Тора не разрешит, то извини, дорогой, до свидания, я пойду в своем вожделении. То есть, как может вообще такая быть система ценностей, которую Тора придает? Не выезжали каждый раз, когда человеку что-нибудь захочется, Тора должна сдаваться. Но есть такие, которые требуют такое, это известно. Есть люди, которые требуют. Если мне сильно хочется, то Тора должна сложиться и выстелиться. А Рамины – это люди, которые должны придумать, почему это мое хочется, нужно разрешить. Ему не интересует, как. Главное, мне хочется. Времена изменились. Мне хочется так, мне хочется так, мы в 21 веке и так далее. Давайте, то есть, Тора складывается и расстилается, а вы, Рамина, ваша задача – это сделать. Это проблематичный подход. Мы знаем, как проблематичный подход. А Раши говорит, что как бы, вроде, вот, пожалуйста. Даже описывает, что если Тора не разрешит, то будет все, это ультиматум. Как это понимать? Как вообще понимать всю эту систему отношений к плохому началу? Почему здесь Тора, в принципе, сдается на плохое начало? И нам здесь нужно немножко понять и поговорить о понятии Ецгра. Плохое начало, то, что называется вожделение человека и так далее. И как относиться, скажем так, к человеческим тягам, то есть, я не знаю, не тягам, то есть, то, что его тянет. Стремлением, влечением, вожделением и так далее. То есть, физическим и не только физическим. То есть, как Тора вообще к этому относится и как с этим нужно справляться, как с ним надо жить. Есть первый подход. Скажем так, сначала я предоставлю, покажу, скажем так, два, две крайности подходов. Есть два раза крайних подходов. И потом предложу посередине подход, который, в принципе, это подход, который мы можем увидеть здесь у нас в голове. Первый крайний подход, это, скажем, проход, назовем его натуралистик. Натуралистик, то есть, да, гища натуралистик, то есть, да, скажем так, природная, но диска, я не знаю. То есть, в принципе, когда это говорится, то есть, что говорит этот подход? Этот подход говорит так, любая вещь, которая тянет меня к моей природе, она хорошая. То есть, в принципе, простыми словами на русском языке говорят, что, естественно, то не безобразно. Таким образом, если вожделение человека к идее, к половым отношениям и так далее, и другим вещам тянет человека, просыпается в человеке, то нужно ему ответить. Нужно прислушаться к нему, нужно делать, как он тянет. Кстати, дело в том, что этот подход очень сильно распространился в 19 веке, в 20 веке, то есть, в нескольких местах и так далее, который поставил, скажем так, во главу пирамиды всей Тивиют. Быть, то есть, это ближе к природе, ближе к своему, то есть, называется, к своим животному началу. Не знаю, как это назвать. В принципе, быть таким, как ты есть с точки зрения матушки природы. То, что природно, то, что естественно, то хорошо. То, что хорошо, то естественно. Поэтому, если у меня есть вожделение, у меня есть тяга, тяга к чему-то, к тому, стремление, страсть, дай этому, дай этому жить. Это хорошо. Кстати, можно даже объяснить, даже таранически, на чем там будет стоять. Мы можем сказать, что это стоит на сказанном, то есть, после того, как Всевышний создал небо и землю, весь мир, что сказано. Он сказал на фон Всевышний. То есть, очень хорошо. Есть медраж. Медраж, который говорит, что это стих говорит о смерти. Смерть. Нет, даже не в этом смысле. Когда человек закончил свой путь и сделал все, что надо сделать и так далее, и так далее, не умирает раньше времени и так далее, прошел путь. То жить вечно, это... Можно застрелиться. Как бы иногда смерть, это бесконечность, она для человека не всегда хороша. Это в каком-то смысле тоже хорошо. Если мы берем это, если смерть хорошо, так в принципе поедет, да все хорошо. Все, что есть в природе, смерть, это часть природы тоже. То все это хорошо. Такой и подход. В чем проблема с ним подходом? Понятно, что этот подход не может строить никакое общество. Он антиобщественный. По причине того, что любые мои вожделения должны быть удовлетворены. Так общество строить невозможно. Общество должно как-то... То есть, я захотел пожрать, называться, я пожрал, захотел с кем-то поспать. Я поспал, а что, я должен спрашивать кого-то другого об этом. Понятно. Но, естественно, с точки зрения религиозной, этики и так далее, такое невозможно. Антитезер всего на свете. Поэтому есть такая вот крайность. Понятно, что не в этом случае не торопает. Есть обратная крайность. Обратная крайность говорит обратное. И она как раз наоборот, она отрицает, она пренебрегает вот этим природным, скажем так, животным, инстинктным человеком и его страстями и вожделением. То есть, в принципе, она говорит другое. Она говорит, что человек должен себя постоянно останавливать, постоянно укращать себя, постоянно ставить себе границы и так далее, и так далее, и так далее. В принципе, этот подход относится с каким-то, скажем так, презрением или отрицанием материального мира, материи, то есть вообще же материальных ценностей и благ. Кстати, можно этот подход найти и у болей мусар, еврейской традиции даже. То есть мусарники, так называемые, у них тоже такой подход есть. Этот подход можно найти у решуни, у мудрецов первых поколений во времена Средневековья, у еврейских мудрецов. Более того, этот подход сегодня можно найти, то есть вот это вот отречение и, в принципе, ограждение от себя, от всяких, называется, соблазнов, от всяких вещей, которые связаны с вожделениями человеческими, страстями и так далее. То есть отрицание в каком-то смысле плохого начала человека и постоянное его ограничение, этого плохого начала, можно найти в некоторых ашкенадских общинах у Средневековья. Есть такой подход, и понятно, что это тоже, я не думаю, что это правильный подход. Это подход, который ведет к чему-то хорошему, потому что есть те, которые могут, это им чем-то поможет. Чаще это приводит к проблемам у людей, тем или иным, иногда несет много вреда. Между этими двумя крайностями, то есть давайте нашему ЕЦРА, нашему плохому началу дадим полю на все 100%, и между тем давайте наш ЕЦРА по-моему все ограничим, есть стоящие посредине между двумя этими, скажем так, подходами. Третий подход, который, скажем, назовем его среднее, то есть среднее между ними. С одной стороны, он очень похож на предыдущий подход, который мы говорили, что тоже нужно знать границы, нужно себя тоже ограничивать в вещах, не давать себе распускаться на полную катушку и так далее. В этом случае он похож на тех, кто подходит, то, что называется, с ограничениями, и нужно действительно ставить ограничения, действительно нужно учить плохое начало, как себя правильно вести и так далее. Но вместе с тем этот подход признает и понимает, что есть плохое начало. И у человека, да, есть вожделение, у человека, да, есть страсти, и оно также, этот подход признает, что они влияют на человека, и нужно с этим правильно работать, нужно знать, где нажать, где остановить, где ограничить, где дать волю, то есть с этим нужно играться, правильно играться. Кстати, у Росага этот подход есть, очень интересный. У Росага, кто знает, у Росага в книге есть у него Рафсадия Гаон, то есть, да, в принципе, он написал первую философскую еврейскую книгу, написал, когда книга написана именно по философии, а не по комментарию Талмуда или что-то в этом роде. Причем первое с введением – это Эмунут Ведовт. У него там есть Сефра Приша, да, то есть, короче, как себя правильно вести. И там у него очень интересный подход. Он говорит, что нужно брать всевозможные, то есть, правильно, то есть, возможные чаяния людей, или страсти, или вещи, которые человек стремится к нему, и правильно их направлять. Иногда их нужно отпускать, иногда их нужно прижимать. То есть, в принципе, это подход от похожих. В любом случае, это подход, который принимает и понимает, что есть страсти вожделения, и они влияют на человека, и нечего от них отрекаться. То есть, они знают, что мы всегда им дадим волю, но нужно знать, что они есть. И нужно понимать, что с ним что нужно делать. И это тот подход, который показывает в нашей главе вот эта вот прекрасная пленница, с этой Ишаешет Яфатор. То есть, в принципе, речь идет об очень особой ситуации, в которой и только в ней, ни в какой другой, Тора как бы сдается перед Ецаром человека, перед его началом плохим. Но она не просто сдается, она все равно делает целую утяжеляющую процедуру, когда человек может исполнить свое вожделение, так называемое. В принципе, Тора говорит, я не могу закрыть глаза, что у человека есть такое. И нужно с этим делать как-то. Я говорю, что это плохо, Тора говорит, это неправильно. Я делаю все препятствия, чтобы человек сам отказался. Но если я дал, то есть, если это не получится, то придется это сделать. Причем, как, почему не получится? Давайте попробуем обратить внимание на стихи. Есть очень интересная вещь. В нашем стихе есть, говорит, очень интересная фраза. Веха-шакта-ба. То есть, и увидишь между пленами женщину красивую видом, и возжелаешь ее. Слово веха-шакта-ба. Возжелаешь ее. Что значит в этом слове буква вав? Вав-ах-и-бов. То есть, вав-хашакта. То есть, и возжелаешь. Что имеется в виду? Дело в том, что в Торе есть два, скажем так, два понятия у этого буквы вав, которая стоит перед словами. В одном иногда это описание реалий. Сейчас покажу пример. А во втором это цивуй. То есть, приказа или запут. Например, Тора говорит вахальта-весавата-увирах. То есть, вав-вав-вав. И будешь есть, и насытишься, и благословишь. Вав в слове весавата. То есть, и насытишься. Это понятно, что описание реалий. То есть, в Беркат-Амазон мы говорим, когда мы насытились. То есть, это описание реальности. С другой стороны, увирахта и благословишь. Это не описание реальности, это запут. То есть, в одном стихе есть два вот этих вот использования буквы вав в двух разных значениях. Что у нас? Понятно, что у нас вах-хашакта-ба. И возжелаешь ее. Это явно не заповедь. Это оборот Тора. То есть, это против таких вещей. Что идет, о чем идет речь? Речь идет о писании реалий, которые происходят человеку. С человека происходят реалии вожжеланиях. Хэшик, который провел, то есть, вожжелал. Теперь. Теперь вожжелаешь. Теперь кому это? То есть, нам нужно теперь обсудить еще одну вещь. Это разрешение теперь, которое Тора дала, если он вожжелаешь, то есть, да, вон в этой реальности. Это кому? Всей армии. То есть, в принципе, если армия находится в состоянии войны, то, естественно, вы знаете, когда человек находится во время войны, то поднимается психологически у человека. Кстати, Всевышний это знает. Он построил систему. Что во время военных действий, кстати, даже эпидемии и так далее происходит с людьми. Срабатывает закон, когда видит много смерти. Срабатывает инстинкт сохранения и передача потомства. То бишь, скажем так, либидо человека сексуально взлетает вверх. Почему? То есть, многие насилуют солдата и так далее. Это из-за взлета этого, который происходит, это неправильное, скажем так, направление этого инстинкта, который срабатывает. Кстати, по этому причине после армии, после войны в США, кто помнит, был, называется, бэйби-бум. Когда солдаты вернулись, был взрыв рождаемости. Всегда происходит рождаемость. Кстати, я уверен, сейчас пандемия тоже самая происходит и происходит. Особенно, когда люди на карантине сидят. Так вот, это то, что происходит. Теперь вопрос, это к армии, то есть человек в армии. Или, то есть как бы и тогда, или это точечное разрешение направлено к определенному солдату в этой армии, которую видел эту женщину. Рамбам, поэтому Пау пишет так. То есть, поэтому Пау говорит, имеет отношение интимное с этой женщиной, даже когда она еще не еврейка. То есть, получается, в самом начале с Рамбом разрешает. По мнению Рамбама, когда мы говорили о еврейских ценностях, мы затрогивали эту тему. Мы разбирали мнение о Рамбаме и так далее, напротив Рамбана. Так вот, Рамбам считает, что, в принципе, если не в моготу, то можно один раз перед тем, как он начинает весь этот процесс. Почему? То есть, что говорит Рамбам? Рамбам говорит, Тора говорит о человеке, которого, скажем так, его вожделение, его ецар, его начало, скажем так, плохое, схватило его за шкирку, за горло и держит так, что он не может выдержать. И по этому причине выходит Вахашак Таба, то, что мы сказали, и вожелает ее, это имеется в виду не только описание реальности, что с ним происходит, это, в принципе, галактические условия разрешающие. То есть, тебе это можно, дорогой, если ты, называется, не в моготу никак. То есть, в этом случае Вахашак Таба, это не просто, это только тогда тебе разрешено, дорогой товарищ. То есть, в принципе, это разрешено человеку, которому его ецар такой уже большой, что он с ним просто уже не справится. И тогда уже Всевышний понимает, зная природу человека, он же его создал, он понимает, мне этот ецар нужно, то есть, его уже не остановить. Мне его нужно направить в русло, которое принесет минимальный вред, духовный и так далее. Это туда направляем. Правильно так делать? Иногда. По-настоящему, по-настоящему это не всегда должно быть так. По-настоящему мы читаем, что Всевышний от нас требует. От нас Всевышний требует, если мы читаем это дальше, то есть тоже в нашей главе. Откроем дальше Китеце. Сейчас чуть дальше. Когда выступишь в стана против врагов твоих, то берегись всего дурного. Если будет тебе человек, который нечистый, слушай всего ночью, то пусть он выйдет, вон из стана не входит в стан. И будет к наступлению вечера пусть он моется водой, позаходит солнце, может он войти в стан. И да будет у тебя место вне стана, куда тебе выходить. То есть, кстати, связано с чем? Именно с этим сексуальным чувством и так далее. И Всевышний говорит, я должен быть завтра делал. То есть, лагерю это делать нельзя. Это точечное разрешение человеку, который не справился со своим ецаром. И он, в каком смысле оскорняет лагерь? По этой причине он должен быть наружу. То есть, стора говорит, что ограничивать себя надо. Нужно хранить святость лагеря. И лагерь твой должен быть святым. И ты будь святым. Но ограничивай, ставь правильно. Веди себя по всем заповедям и так далее. Но Всевышний понимает, что есть ецар. Иногда это нужно принимать. Иногда со своими определенных условиями это плохо. Но приходится как бы торе склонять голову. Что это вообще говорит глобально? То есть, вообще о понятии. Это говорит о том, что человеку никогда не... Кстати, когда человек признает свой ецар, что он у него есть, и понимает, и сознается, и не отталкивает его, он намного легче ему им управлять. Ему намного проще с ним справляться. Ему намного проще ограничить. Он знает, где ты поставишь ограничение, и будет только хуже. Значит, что нужно сделать так, чтобы этого не было? Или как бы направить его в правильное русло? И эшкифатора только пример. Когда просто там обычно зашкаливают и гормоны, и адреналины, все на свете, которые взбудоражат кровь человека. И как бы то, что я хотел сказать сегодня, это вот эту одну вещь. Нужно уметь управлять ецаром, нужно знать, что он есть, и никогда в жизни от него не отказываться. Материальные вещи тоже нужны человеку. Если он в правильное русло. Вы знаете, есть гмара. Ецарара вообще создан для хорошего. Есть гмара, в трактате Бабабапра. Там сказано, что Сатан выпнена литов и тковном. Что Сатан, тот Сатан, который Йова доставал, и пнина, та, которая доставала хану, что та от нее плакала, то есть жена Эльканы. Хана – это мама, кажется, по-проку Шмуэля. Она была бесплодна, и ее пнина доставали. Далее, что хорошему не имели в виду. Что имеется в виду? Имеется в виду, кто такой Сатан, Стан, Тейцарар, с плохого начала и так далее. Кстати, когда я там сказал, он утром Гуна был, то Сатан спустился и поцеловал его ноги. Что это значит? Имеется в виду, в принципе, все наши плохие начала, все наши вожделения и так далее направлены вообще на хорошую вещь. Мы говорили об инстинкте. У человека есть инстинкт. Самохранение. Это хорошая вещь. Проблема в том, что иногда она идет в уходе за свои рамки. И нужно нам что-то с этим делать. Правильно. Человек, который, если мы… Человек может направить свой инстинкт, то, что называется вожделение сексуального, он может направить на святость, рождение детей и так далее, шломбайт, который должен быть в доме и так далее. А может направить это в ту сторону, которая разрушает шломбайт, которая разрушает вообще человеческие отношения и так далее. И в зависимости от того, куда человек направляет. То есть сатан, что он хотел от Йова, он хотел, чтобы Йов помолился. Просто помолился. А не принимал вещи как данности. Не на что хотела от ханы, чтобы она помолилась. Потому что она не молилась. Она ходила бедно, несчастно. Она доставала. В конце концов, она доставала так, что она встала и пошла молиться. И молилась так, что все выше не дала. И пророка Шмуэля. Это называется, то есть она их доставала. Это то, что называется. То есть человек должен понимать, что у него есть ответственность. Отказываться от него. Это просто душить, душить, душить. И он, так как он нужен в этом мире, он просто вот так вот разорвет тебя и выйдет так, что мало не покажется. И это то, что происходит у тех, кто пытается от него отказываться, от материального вожделения человека и так далее. Это неплохо, когда у тебя есть вожделение. Плохо направлять их туда. И поэтому, что значит, что сатан спустился и поцеловал ноги? Это имеется в виду, когда человек понимает, что сатан, он же плохой, что говорит сатан, ангел смерти, плохое начало. Если ты понимаешь, что он имеет в виду тоже хорошие вещи, когда он к тебе приходит, то ты направляешь на хорошие вещи. То есть значит ты его подчинил себе. Он целует тебе ноги. Он тебе подчинен. Это одна из вещей, которые стоит вынести из нашей недельной головы по поводу отношения к Торы к плохому началу. Так, я думаю, что на этом можно закончить. Спасибо всем, кто был с нами. Я на этом заканчиваю запись. Все, кто нас слушает, запись, все хорошего. Спасибо.